Есть такой тренд — трансфер знаний. Это когда ты используешь знания из одной области в другой сфере, и у тебя всегда получается что-то новое лучше, чем обычное. То есть в 2017 году, мне кажется, уже совсем не обязательно работать всю жизнь в одной какой-то сфере, а интереснее и круче и как-то эффективнее переключаться между сферами. То есть сделать карьеру в каком-то одном бизнесе, потом прийти в другой, может быть, третий и так далее. И вот, мне кажется, наш следующий спикер, он как раз подтверждает теорию того, что из этого получается какой-то крутой продукт. Это Максим Бахматов. Максим Бахматов. Максим Бахматов, управляющий партнер Юнит-Сити инновационного парка, экс-директор ВДНХ и еще руководитель или тоже управляющий партнер РадарТек. Глава управления. Глава управления. Спасибо. Расскажите нам про Юнит-Сити. Расскажу. Сколько у меня есть? 23 минуты, да, мне говорили? Да, да. Потом вопрос. Хорошо. Хорошо. Я всегда начинаю выступление с того, что я переношу стул, сейчас его перенесу, и с вопросов. Мне интересно, кто пришел и чего хотите услышать. Вот в двух словах. Можно с места, можно с места. Делитесь. Ну вот вы смотрите на человека, но на чем сделать акцент? Да, давайте. Аспон 13 ищет вдохновение. Отлично. Аспон 13 ищет вдохновение. Я Аспон 11, очень приятно. Да. Дальше. Устория. То есть реальную историю хотите услышать. Так, что еще? Где люди берут идеи новаторства, вдохновиться хотите, получается. Хорошо. Вот я видел, там еще рука была. Да. Чем полезен могу быть? Хорошо вопрос. Подумаем, не знаю, даже не задавался этим вопросом, чем будет полезен. Мне лично интересны бизнес-модели работающие. Волшебную палочку хотите? Сильвер буллет такую? Не, 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 почему? То есть универсальный какой-то. Не, не универсальный, мне интересно посмотреть на разные бизнес-модели. Отлично. Значит, время пошло, я приблизительно понял, про что нужно говорить. Дело в том, что там на каждый слайд можно говорить по-разному. Можно очень быстро, можно коротко, можно его пролистывать. Значит, созидать больше, чем потреблять. Расскажу, почему это мне было интересно. Значит, Максим Бахматов, это я, это мои проекты. Вот часть моих проектов, это не все. Приблизительно половину, вы не знаете, они были не публичные. Это большая часть публичных проектов. Есть корпоративные большие проекты. Я начал в 98-м году, вообще начал в 96-м году, но вот именно в такую корпорацию-корпорацию я попал в 98-м. Корпорация ЕМС была, я попал туда в качестве оператора колл-центра. Если вдруг интересно, чем не стоит сураться, это работой на нижних позициях, но в крутых компаниях. То есть ты сразу же впитываешь в себя мгновенно весь опыт, который там наработан. На это люди потратили очень много денег, очень много времени. Если бы я захотел работать в общепите, я бы точно пошел в Макдональдс. Гарантированно. Потому что тебе там выбьют дури по отношению того, что как не надо вести себя с клиентом, как должно быть все чисто, какие должны быть чистые ногти, короткая стрижка, как надо улыбаться, работать, проспаться в 4 утра и тому подобное. Но все, что понадобится в твоем бизнесе, вам там дадут бесплатно. Еще деньги выплатите и кормить будут еще. Это, я считаю, прекрасная тема. Вот кто хочет где-то развиваться, идите, работайте, пошите, получите всю эту историю. Вот в ЮМС я пришел в 98-м году, у меня была зарплата. Ну, папа ржал с меня, он говорил, что барышня на телефоне. Ну, поддерживал как мог. Молодого студента, да. Я да-да-да-да. А потом у меня была там зарплата через полгода 600 долларов. Кто помнит 98-й год? Есть вообще люди такие? Нет? Тут вообще. Да, так вот, в 98-м году какая была зарплата такая? Ну, долларов 50 было. 50-100 была средняя зарплата. Соответственно, у меня было там в 6 раз больше, чем средняя зарплата. То есть у парня 20 лет. Ну, то есть круче. Вот на сегодняшний день это в Гугле работает, наверное. Тогда, в 98-м году, ну, тогда не было нормального ни Гугла, ни 5-го, 10-го. Вот так получилось. После этого я дошел до позиции… Почему я рассказываю? То есть я буду рассказывать о разных проектах, как я к этому шел, как я развивался, как я переключился с корпоративного на свой бизнес, потом с IT-бизнеса на медиа-бизнес, медиа-бизнеса на бухгалтерительный бизнес или не бизнес, а просто проекты. Из бухгалтерительного бизнеса на государственный и девелоперский. После этого меня пригласили в компанию Leoburnet. Кто знает, что такое Leoburnet? Конечно, мы уже в Федорово сидим. Так интересно, кстати, знаете, из города в город переезжаешь, рассказываешь про Leoburnet, и там где-то есть руки, где-то нет рук. В Киеве, кто был на ВДНХ, кстати, поднимите руки? Раз там, вот 100% практически, круто. А там спросишь в Харькове, Дулю покажет тебе кто-то, да, там реально никого нет, и про Leoburnet меньше знает. Ну, короче, клевая, очень интересная история. Да, Leoburnet, у меня была мечта, я читал какие-то журналы, то ли книжки, и там я прочитал гениальную историю про Leoburnet, про него самого, как он в 50-х годах основал свое агентство, вот эти яблоки выкладывал, всем вот эти химические карандаши. Это креативно было, я почему-то считал, что я очень креативный на тот момент, и думал, что вот где бы развиваться. Конечно, UMC это отстой, это телеком, а вот бородой у меня не было, к сожалению, креативной такой, но я понял, что где-то там оно должно быть, да. И вот Leoburnet мне предложили, я думал, вот оно. Мне предложили возглавить департамент под названием iLeo, его тогда не было, мне сказали, у нас, короче, нет инновационного департамента, который бы занимался датабейс-маркетингом, CRM-ом, колл-центрами, директ-мейлингом и тому подобное. То есть прямая коммуникация с клиентом, у них ничего не было, и вот сказали, у нас есть 200 тысяч долларов, Максим, помоги нам потратить. Максим, помог, безусловно? Но к тому же это был первый проект, где мне сказали, Максим, ты, конечно, можешь тратить, но знаешь, ты будешь ответственный за P&L. Я такой, да-да, кивнул, я знаю, что такое P&L, конечно. Пошел домой, посмотрел, что такое P&L, понял, что это profit and losses, это доходы-расходы. И вот маленькому мальчику, 23-летнему сказали, ты будешь весь бизнес за него ответственный. Я сказал, ну да, ну да. Но так как мне предлагали зарплату в три раза больше, я бы думал, почему бы и нет. В Лео Барнете я сделал хороший проект, он работал до 2012 года, и в 2012 году мне его предложили купить. Он в тот момент уже разорился, да, мне сказали, Максим, купите у нас колл-центр, пожалуйста, я подумал, уже не надо. В Лео Барнете я работал, после этого мне предложили другой контракт. Интересно я пока рассказываю, да? Да, хорошо. Приложили другой контракт, это, кстати, по поводу того, как стремиться достигать и не сдаваться. У меня была одна структура, я был под гендиректором, мне предложили другой контракт с прослойкой. Он сказал, я так не хочу, мне так некомфортно. Они сказали, почему? Я говорю, потому я хочу быть под гендиректором, мне комфортно напрямую решать все вопросы, а не появился какой-то там директор по там всему интерактивному, ну не важно, мне интересно. Я говорю, до свидания. А раз так, до свидания. Я говорю, ну и до свидания, ну и пока, ну и пока. Вот так мы ушли. Я три месяца тынялся, ничего не делал, и потом мне предложили поработать в Самсунге. Это сейчас Самсунг, типа, дышит как бы в затылок Аэплу, там, то есть все, лидирующая компания, всех победили. А на тот момент это было вот как сейчас китайские автомобили. Нет, нет, как китайские автомобили пять лет назад приблизительно. То есть, ну вообще никто не хотел с ними связываться, это было непонятно, очень агрессивно, очень много денег, но специфический такой рынок. И меня пригласили. Я пришел, поговорил, пришел новый кореец, директор по всей аудио-видеотехнике с оборотом там 700 миллионов долларов. Ну, большой чувак. Говорит, так-то и так-то, вот тебе такой-то рынок, столько-то денег. Я говорю, денег мало, рынок неинтересный, есть что-то еще? Он говорит, нет, пока-пока, все, разошлись. Проходит две недели, мне звонит опять хедхантинг, говорит, Максим, короче, он опять вас приглашает. Такого никогда не было вообще, чтобы после того, когда вы послали друга нахер, как бы вас приглашали в корейскую компанию. Говорю, ну хорошо, приду, говорю, здрасте, здрасте. Говорит, ну что, ты передумал? Я говорю, да нет, я же повестил, мне нужно много денег. Мне же бам-бам-бам-бам, условно, говорит, так, я не торгуюсь, до свидания. Я иду, звоню опять хедхантеру, говорю, короче, что вы меня гоняете? Не хочет он. Все, пока-пока. Уехал в Крым, в Крым, гуляю по Новому Свету, звонок, Максим, в третий раз хотят, типа, в Самсунге. Я так прикрываю трубочку, супруга, говорю, ну что, может, он как мужик ему понравился, может, типа, я. Потому что мы вообще, ну, у меня нет опыта, он говорит, я хочу много денег. Ну, короче, я вообще не подхожу ему. Я говорю, ну ладно, я приеду через две недели, зайду. Прошло две недели, мне назначили встречу, я опоздал на нее на 40 минут. Это был 2003 год, и кто тут опытный киевлянин, я хочу сказать, что до 2003 года пробок не было в Киеве. В 2003 году все мы купили машины, и резко встал мост в метро. Это, о, ужас, кошмар, три минуты в пробке, и все там были. Я пришел, сказал, кстати, я попал в пробку, поэтому я опоздал. Ну, неважно. Говорит, так, короче, ты мне надоел, вот тебе столько денег, вот тебе Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Беларусь, пять стран. Вот тебе вот такой бюджет, вот тебе какие-то права, полномочия и тому подобное. Согласен, как раз мне исполнилось 25 лет, это было 20 октября. Я думаю, отличная история, мне подарок для день рождения, поработаем. И он сразу же со встречи меня взял за руку, повел на встречу со штаб-квартирой. Ну, короче, начался рок-н-ролл, он длился два года. Но самое интересное, это, кстати, я подхожу к созиданию уже. Там, в Самсунге, через две недели я понял, что больше никогда ни на кого не буду работать. Вот мне пришло такое осознание, что вот сейчас Самсунг окей, вот сколько я его, типа, буду в нем до момента, да, но мне, моя задача за это время придумать, чем себя занять самостоятельно. То есть я себе готовил подушку некую, ну, как бы для того, чтобы потом скакнуть куда-то там в другую историю. И потом появилась другая история. Я ее назвал гениальной, я считаю, это я придумал название. UGE, Укр Джоман Интерпрайз. Вот такое гениальное название по поводу маркетинга, как важно глубинное название, все емкие такие. Вот, но тут же уловка. Значит, я, когда придумал, что надо заниматься IT в 2005 году, и своему школьному другу об этом рассказал, который жил в Германии, он сказал, Эдик, Эдик Зингер, Эдик, надо заниматься IT. Он говорит, почему? Говорит, чувак, надо заниматься IT, это чувствую, не понимаю, почему. Значит, IT, значит, у меня есть два знакомых, они программисты, все будет хорошо. Значит, я знаю, как продавать, я эксперт в этом, у меня суперпродажные скиллы, я маркетолог гениальный, от бога, видимо. От бога был далеко в этот момент, да. И поэтому единственное, что я придумал, что единственное, что сработало, то, что в Украине на тот момент было не очень все хорошо, сейчас еще хуже, но я понимал, что никакая немецкая компания не будет работать с ООО. Ну, может, но через жопу. И точно я понимал, что не будет работать с каким-то офшором, ЛТД и тому подобное. Это очень консервативные люди специфические, это мне было понятно. И я придумал, что штаб-квартира нашей корпорации должна находиться в Германии. И я придумал, что это должно быть обязательно ГМБХ. То есть это ООО, только немецкое ООО. Мы открыли наше представительство во Франккурте. Первые полтора года это было полкомнаты в квартире моего друга полуторакомнатной. Причем самое интересное, что нужно определенное количество метража в Германии обязательно. К тебе приходят и проверяют. То есть если у тебя один сотрудник, тебе придет скотина немецкая и будет мерить, сколько у тебя метража, не будет ли ему дискомфортно работать и так далее. И он реально организовал типа офис, стол, стул какой-то в этой всей истории. Потом мы заработали первые свои деньги и ему сняли уже какую-то халабуду какую-то. И это все работало. Но самое главное, все видели, что мы немецкая компания, мы работаем в белую, мы получаем в белую деньги, мы в белую всем платим. И это сработало. Вот этот маркетинговый ход сработал. Мы прекрасно 8 лет отработали. И через 8 лет, за 4 дня до войны, война у нас когда началась, войска вошли в Донецк 28 мая 2014 года. Это я запомнил четко. Потому что 24 мая мы продали свою компанию, друзья. Это я уже потом понял в 28, как мы удачно ее продали. Мы продали софтсерву. Это крупнейший IT-разработчик в стране. 3000 человек. И вот мы ему продали, как бутиковая компания, которая разрабатывает очень специфические продукты, хардовые, софтверные. Для немецких клиентов фактически мы ему продали рынок Германии через себя. То есть это маркетинговый инструмент, плюс продажи, плюс клиенты. То есть у нас был в штате один человек. Немец. Он был в штате у нас. Остальные были типа СПД, фриланс, там, ну и тому подобное. Но мы подвязались под то, что мы им сделаем рынок. И мы этот рынок сделали, увеличили там 6 или 8 раз. Оборот, без нас бы они этого не сделали. Слава богу, движемся дальше по моей карьере. Параллельно с УДЖИ через 3 месяца ко мне пришел мой другой друг Андрей Молочный. И сказал, надо заниматься телевидением. Я чувствую в телевидении будущее. Это так же, как тут в IT будущее, а тут в телевидении будущее было. Я сказал, да-да, да-да, но я понял уже тогда, что свой бренд развивать тяжело, страшно, непонятно, как его развивать. Я думал, надо придумать какой-то дополнительный или сесть кому-то на хвост. Я подумал, давайте сядем на хвост к камеди-клабу. Мы гениальные КВНщики, мы играли в КВН очень долго, точнее 9 лет. И представьте себе, вы приходите к жене, вот кто там занимается рыбалкой и охотой. Кто занимается рыбалкой и охотой? Тут нет? Вообще, что ли? Ну, какое у вас хобби есть? Скейтборд какой-то там? Вы курите эту штуку, как это называется, вейперы есть тут? Нету, вообще хобби нету ни у кого. Как? О, футбол. Футбол, то есть вы бегаете вечером, да? Вот представьте себе, приходите к жене и говорит, жена, с завтрашнего дня я зарабатываю футболом. Причем буду зарабатывать минимум десятку долларов тысяч в месяц. И представьте себе, вот я так к жене своей пришел и сказал. Ну, это была дурость такая, КВН. Ха-ха-ха-ха, знаете. Мы, правда, стали чемпионами Украины у Маслякова, то есть круче нас не было. Вот был квартал, были мы. Квартал начинал такую телевизионную историю, мы пока не начали. И мы придумали, что она начинается с Камеди Клаба. Я позвонил Мартиросяну, договорился о встрече. Через два дня мы договорились, что мы будем официальными представителями Камеди Клаба. И мы начали делать Камеди Клаб в Украине, вот тут в арене, напротив, это все было. Вложили в проект 30 тысяч долларов, за год заработали 2,5 миллиона. Кому нужно аплодисменты, друзья мои, это прекрасная инвестиция на будущее. Если вы в состоянии охаметь до такого уровня, чтобы представлять такой бренд, и у вас будет в кармане лишние 30 тысяч долларов, то вы собирались потратить в никуда. Это же не материальный актив, потрогать его нельзя было. Да, мы занимались еще Камеди Клабом. Надо ускоряться. После этого были еще какие-то проекты. После продажи я участвовал в благотворительном проекте под названием «Частичка сердца». Это про мотивацию и про созидание мы к вам идем уже. То есть я уже дозрел до этого момента, что мне захотелось больше отдавать, чем потреблять. «Частичка сердца» был такой проект. Я вот тут на Крещатике жил, как щебурашка, в витрине магазина «Цитрус». И за 33 дня собрал 1 миллион 660 тысяч гривен, что дало возможность спасти 32 ребенка. То есть я потратил месяц своей жизни и спас 32 жизни детей. Я подумал, что это тоже неплохая инвестиция. Это с точки зрения бизнеса. После этого пришел ВДНХ. На ВДНХ у нас все было неплохо, раскрою чуть позже. Забегая наперед, скажу, что нас посещает за год приблизительно 3 миллиона человек. Это самое посещаемое туристическое место в стране на сегодняшний день. Больше никого никто не посещает. Конкретно как объект, назовем это так. Там же мы придумали «Радартек», это корпоративный акселератор. После этого мы перешли делать «Юнит-сити», это инновационный центр на Лукьяновке. Я буду рассказывать чуть быстрее. Человек гармонично развивается только тогда, когда созидает больше, чем потребляет. Это вот… Я к этому шел. Не могу сказать, что трагически у меня происходило, как его это снисходило на меня, озарение или еще что-то. Я подумал, что просто если меньше жрать, то будешь более здоровым. И потом я подумал, что в целом это как бы на всю жизнь можно преломить. Вот 80% я считаю, что нужно созидать и 20% потреблять. Ну и там можно еще сокращать эту историю. Есть гениальный принцип, называется принцип Паретто. Вы это все учили, скорее всего, в любом курсе маркетинга, в любом онлайн-университете. Общество потребления – это общество самообмана. Мы сейчас об этом поговорим. Это такой вот умный дядька Жан-Поль Бордеяр. Он это придумал еще в 74-м и 77-м году. О том, что то, что нам навязывают, что нам нужно много свитеров, много носков, много трусов, много телевизоров. Айфон нам нужно 10-й, конечно, на 6-й же уже не работает. И, поиздать ли, айфон по дороге, ну, короче, и так далее, и тому подобное. Это все чушь, по моему мнению. Я могу рассказать, в чем я одет, если вам интересно. Это отдельный разговор. Это как бы очень интересная игра, кстати. Потом я начал анализировать это, готовился к вам навстречу и понял, что надо же вам копнуть как-то по мощнее. Так вот, оказывается, что мы в этом году превысили наше потребление 8-го августа. Значит, это исследование по поводу того, что мы не успеваем восполнить наши ресурсы пресной воды, рыбы, кислорода и тому подобное. Это исследует, по-моему, из 60-го какого-то года. Вот количество, каждый из нас потребляет определенное количество всего. Вот нас так теперь много, и мы так много этого всего жрем, что в этом году мы все сожрали на этот год 8-го августа. Раньше мы сжирали в декабре, потом в ноябре, потом в сентябре и так далее. То есть последние 30 лет мы берем уже у наших будущих поколений все эти ресурсы, которые есть. То есть через 50 лет мы не сможем себе позволить чистую воду, там еще что-то, еще что, потому что мы уже банкроты. Это по поводу того, как важно думать о Матушке-Земле, но идем дальше. У нас есть клетки человека, и дядька один японец, по-моему, получил Нобелевскую премию за предмет под названием аутофагия. Процесс, в ходе которого клетки человека частично поедают себя, чтобы оставаться здоровыми. Это возможно только если мы потребляем меньше, чем не хотим организму. Вот эти все истории с постами, православными, католическими и прочими, кто каким увлекается, это все именно об этом. То есть в определенный момент организму надо меньше жрать, чтобы он начал внутри потреблять все шлаки, всякие-то отложения и прочее-прочее, которые у нас есть. Если мы не будем этого делать, он никогда не будет напрягаться, у него не будет стресса, и мы всегда будем в избытке, если будем в избытке, нам будет не очень хорошо. Поэтому рекомендую начинать это делать, будете здоровее и полезнее. Частичка сердца, вот я рассказал, что за 30 дней было спасено 32 ребенка. Прекрасный пример того, на себе, я про себя только, за себя могу говорить только, как надо действовать, если у вас есть такая возможность. Не думать о том, чтобы как можно больше сожрать, получить, побежать. А вот тут у меня есть статьи, подтверждающие, какой я молодец. Переключаем. Вот есть цифра 1 и 2, это в момент выхода было 1 и 2, но люди продолжали нести, и там за неделю мы дособирали еще 400. Видите, тут 1 и 2, тут 1 и 3, и там дальше еще где-то, где-то еще сумма. В ДНХ привыкла та же история, она пожирала само себя, до момента, пока мы не пришли, оказалось, что внутри себя навести порядок, немножечко, не взять у государства деньги. Все привыкли просто брать у государства деньги, надувать щеки и пытаться что-то сделать. Мы решили, что мы не будем брать у государства деньги, не будем брать у города деньги. Мы попытаемся запустить такое количество проектов, которые позволят окупать и развивать этот огромный объект. Сейчас я вам попытаюсь рассказать, что это за объект такой. 300 гектар, что за территория, это весь Трусковец, это 700 гектар. Фактически мы управляли половиной Трусковца, не имея, естественно, ни налогов, ни каких-то суперусловий, воды и тому подобное. У нас 180 зданий, 22 памятника архитектуры и пятый по величине экспоцентр в мире. Это все правда, это все про нашего ДНХ. Почему важны памятники архитектуры? Да потому что там нельзя делать ремонт, нельзя менять стекла, нельзя их как-то видоизменять, потому что за это тюрьма. Директору, который это сделает. Приблизительно от 5 до 7 лет тюрьмы, если я захочу поменять окна в каком-то из павильонов, который является памятником архитектуры. Не менять окна нельзя, потому что они экономически и энергетически неэффективны. А чтобы поменять, нужно сделать еще большой проект, тоже непонятно. Идемте дальше. У нас были очень большие долги, заблокированные счета, зарплатные долги, отсутствие господдержки, неотапливаемые помещения. Важный факт очень, господа. Представьте себе, тут помещение было бы неотапливаемое, а у нас за окном минус 15. Вы пришли ко мне навстречу? Нет, холодно было, попа бы мерзла. Представьте, все ВДНХ с октября по апрель вымирало, потому что там все эти огромные пафосные помещения неотапливались и физически там нельзя находиться. То есть на улице что-то пробежать можно, но потом по факту нет. И это все было возможно только при сумасшедшей поддержке государства, потому что это все было очень неэффективно. Но нам удалось перевести неэффективные котлы в эффективные котлы на биомассе. Мы начали собирать шишки, палочки, всякую фигню по лесу. У нас 180 гектаров леса. Мы это все собирали два раза в году, копили тысячу тонн приблизительно и этим отапливали. И получалось у нас отопление в 4 раза дешевле, чем если мы топили газом. Плюс мы еще на этом зарабатывали, потому что мы его включали в стоимость услуг нашим контрагентам. Короче, окупали проект на 3 миллиона гривен за сезон. Что мы сделали? Мы поменяли принципы использования комплекса, не строили ничего нового, а старо наполнили новым смыслом. Ну потому что для того, чтобы строить, нужно очень много денег. У нас их нет, в государстве мы их не берем, поэтому мы переосмысливаем то, что мы могли. Как это удалось? Вот это стоит записать, друзья, у кого есть фотоаппараты, фотографируйте, у кого есть телефоны, можно то же самое делать. Сейчас будет волшебный слайд, вы готовы? Значит, есть ли один способ сделать убыточное государственное предприятие прибыльным? Итак, вот он способ. Перестать воровать, господа. Как только люди прекращают это делать, мы поняли, что мы пришли в июне, а в июле у нас был оборот плюс 30% к прошлому году. То есть мы просто направили все потоки в белую или в кассу или по безналу, и у нас получилось вот такое волшебство. И так до бесконечности можно это делать. И действительно оно работает. Мы, правда, используем немножко другое слово. Потому что то, что происходило и происходит, это по-другому не назовешь. Потому что, например, кр-а. Да. Да. На букву п. Да. Ну, потому что именно, то есть, ну как, нельзя, например, почему дороги плохие? Потому что мы еще рукожопы, и к тому же, да, как бы, это уже отдельная проблема разбираться с этим. Но если ты с дороги воруешь 40% или 50%, то она гарантированно плохая будет. Если ты идешь, наступаешь себе на горло и воруешь с дороги 3-5%, то ты вроде бы вроде как бы не становишься особенно богатым, но получаешь дорогу с гарантией на 10 лет. Вот наш проспект Бажана и Победы, он сделал с гарантией на 10 лет туркам, Анурам, которые говорят, ребята, воровать не дам, потому что не построил хорошую дорогу, но дам гарантию 10 лет. Все, вот эти вот дороги хорошие, которые появляются, турки строят. Мы же не можем, видите, как, это же тяжело дорогу построить, видите, оказывается. Турки могут. По поводу потребления. Если построить все проекты, которые у нас были, которые поднимал там на ВДНХ до нас, это все было со строительством жилых комплексов. Жилой комплекс, конча заспа номер 3, конча заспа номер 2, закрытые всякие штуки, утки, лебеди, мерседесы и тому подобное. Это было бы максимум для 5 тысяч людей. То есть если бы мы такую роскошь отдали, это было бы сугубо потребление. Они бы сожрали этот комплекс и все. Но если мы посчитаем потребление для 5 тысяч жильцов и созидание до 3 миллионов киевлян и гостей, понятно, что это несравнимые цифры. 3 миллиона человек так или иначе приходят, пользуются этим комплексом. Хорошим или плохим, его бесконечно можно развивать. Для сравнения, российский ВДНХ принято программой по его ревитализации, назовем это так, на 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда долларов люди вгасят в свое ВДНХ, которое меньше на 50 гектар, чем киевский. То есть если подумать о том, что киевский, ну как бы, не, ну даже если украдут 2 миллиарда, вот нам бы 200 миллионов, вот откуда это бы пришло, мы бы сделали городсад, я вам гарантирую, понятно, как это сделать. Идемте дальше. Инновационный парк Юнит-Сити. Та же самая история, друзья мои. Мы приходим на мотозавод, который последний мотоцикл произвел в 2005 году. Я вам открою тайну. Это были мотоциклы даже не украинские. Это были мотоциклы, которые произведены на оборудовании BMW, которое вывезено из Германии в 1945 году. Это были мотоциклы BMW, их модель K750. Ключевая сторона экспорта была Германия, потому что фанаты этих мотоциклов покупали в Украине мотоциклы Днепр, которые не знали, что это BMW-мотоциклы, дальше их переделывали и гоняли уже на собственных, ну типа BMW-мотоциклах, чтобы было понятно. И он реально 10 лет стоял, там ничего не преследовало. Там были склады вторсырья и какие-то там офисы, скалодром, по-моему, открыли. И вот такое гамнище там было. И вот такое там, вот это уже есть, там идет ремонт, вот это мы закончим в феврале. Мы создаем атмосферу для рождения новых идей, представляем ресурсы для их реализации. То есть тоже про созидание. Можно там было построить ТРЦ, можно там было построить какой-то жилой комплекс, кстати, мы тоже его чуть-чуть построим. Но мы построим процентов на 20, на 80% будет эмоционный центр. Вот такая красота. Частично там это есть сейчас. И вот это уже есть, можете приходить посмотреть. Это отдельное удовольствие. Вот этот проект-кафе участвует в межурном конкурсе архитектурном. Это внутри у нас в школе. Место для созидания, а не для потребления. Вот эти принципы мы стараемся, я в данном случае стараюсь прикручивать к любому проекту. Корпоративный акселератор Radartec. Можно стартапам раздать денег, они их профукают, а можно стартапам дать клиентов. Их задача сделать так, чтобы эти клиенты с ними остались. Вот наша задача корпоративного акселератора молодым стартапам дать по максимуму клиентов и возможности для роста и развития. Нормально, скоро заканчиваем, друзья. Мы не учим потреблять, мы учим правильно зарабатывать вместе с лидерами индустрии. Мы выпустили 22 стартапа, 9 из них будут работать с Киевстар. 14 ноября стартует новый набор с МХП. МХП это мироновский клипопродукт. Соответственно, все, что связано с какими-то индустриальными, хардовыми и прочими решениями, все к нам, мы вас прикрутим к крупнейшему агрохолдингу, у которого столько денег, они не понимают, куда их тратить. И внутри куча проблем, как у любой крупной корпорации, которые нужно научить их решать. С вашей помощью, если вы занимаетесь этим, добро пожаловать. Это я. Музей иноментальной пропаганды. Мы будем объявлять на следующей неделе, что мы с ним делаем, как мы его строим. Мы собирались на месте в МХП построить Музей иноментальной пропаганды. Собрать лучшие памятники, пока они еще есть. И для следующих поколений показывать, почему это было плохо, почему были нюансы в том, что было последние 70 лет в той стране. Такая краткая статистика, что мы все разрушим, а следующее поколение даже не будет знать, как это плохо, как это не нужно. Мы собираемся частично оставить, чтобы водить туда экскурсии и показывать, чем занимался Ленин, Дзержинский и так далее. А факты просто, конкретные факты. Мы слили 1320 памятников Ленину, и мы не оставляем никакой истории. Не будет памятников, не будет советских названий, не будет советских символов. Соответственно, не будет памяти, и мы будем понимать, во что нам не надо вступать в следующий раз. Мы создаем место, которое будет напоминать. Это прививка до следующих поколений против бездумного потребления режима. У вас, наверное, есть вопрос, как можно заниматься такими разными проектами. Наверное. Я бы так задал вопрос, например. Есть идеальный ответ у меня, гениальный, я считаю. У нас в любом проекте, будь то создание столетейного завода, пекарни, маникюрного кабинета или гинекологической клиники, у нас всегда есть два граничных фактора. Это ресурсы, бабло, ну или ваше здоровье и время. Вот кто лучше справляется с организацией этих ресурсов, тот и молодец. И без разницы, чем вы занимаетесь. Вы можете браться за любой проект, у вас есть всегда будет ограниченный ресурс и ограниченное время. Сможете, вы становитесь гениальным стартапером, предпринимателем. Не получается, идите в крупную компанию, учитесь до момента, пока не захотите. И, кстати, неплохо, если вы не захотите. Не у всех получается это делать. Это так же, как каждый из нас пробежит 100 метровку с разной скоростью. Это у кого-то есть склонность к этому, а у кого-то нету. Поэтому не забивайте себе голову, если вы вдруг начитали циумных книжек, наслушались лекций, таких как «Я, не дай бог», или еще что-то, которые нас стимулируют к чьим-то вещам, не обязательно. Станьте крутым специалистом в чем-то, растите горизонтально. Например, массажист. Он может расти только горизонтально, он не станет генеральным массажистом никогда. Он не будет менеджером по работе с массажистами, вряд ли. Но он, если будет крутым массажистом, у него всегда будет очередь, у него всегда будет деньги, всегда будет молодцом. Егор Лупан, помните такого? Кто не помнит, я могу показать видео про идеального потребителя вообще в этой стране. А давайте, если есть. А? А можно посмотреть? Есть, да. Давайте, готовы? Запускаем, да. Это мой проект. Я самый честный кандидат в президенты Украины. Лупан? Меня звати Егор Лупан. Я буду красти. Хожу все честно и прозоро. Но что месяц я буду свидетельствовать, сколько я вкрат. И когда эти гроши пошли. Я отращу себе такую харю, что каждый святый украинец, который захочет в нее плюнуть, а так и появляется, не промажет. Что до государственных кордонов Украины, то я сделаю себе на пузе тату Украины. И с каждым днем моего президентства территория Украины будет взрослать. Армия будет добровольна. Не мать мозгов? Иди служи. Есть деньги? Купи справку. Не знаешь, где купить? Спитаю военкома. Отмазался? Гуляй. Я не буду брехать, что гривня – это стабильная валюта. Особенно я буду красти в долларах. И вам рекомендую. Я не буду расклеивать передвиборчие плакаты. За меня это сделала милиция. На этих бумажках написано, кто я, чем дышу и где живу. Я не буду делать дороги. Особенно у меня будет вертолет. И я где захочу, там и сяду. А если вас что-то не влаштовывает, выходите на улицу, берите лопаты и ремонтуйте. Я не буду брехать, что Украина выходит из кризи. Значит, жуя. Но честно и прозоро. Красти можно. Но скажи, где вкрав, сколько, поделився за мной и делай, что хочешь. Мы будем подтасовывать голосы, но вы будете знать, где мы это сделали и как. Коммунальные тарифы будут взрослать, но за них не нужно будет платить. Я не плачу и ничего. Берешь взятку, бери. Но скажи, где взял и сколько. Мне за низ трохи и рови дальше, что хочешь и где захочешь. Россия говорит, что мы крадем газ. Так, крадем. Я лично покажу, где мы крадем. И мы поставим там лечильники. И все будут знать, сколько мы крадем, а сколько мы купим. Кажу честно, пенсии не будут взрослать. Когда вы увидите, какие у меня дачи, вы понимаете, почему прожитковый минимум будет уменьшаться. Потому что вы зажрались. Не он есть не хочет, а чай завариваете один раз. Я это исправлю. Я, как майбутний президент, заявляю. Евро-2012 будет. А вам не видно, где и коли. Я, найчестнейший кандидат в президенты Украины, Егор Лупан. Голосуй за Лупана. Маш номер в готеле «Космос». Ну вот, смотрите, этому ролику 8 лет. Я не могу сказать, что что-то изменилось. У меня он в ленте появляется где-то раз в месяц и говорят, ой, как актуально, как актуально. Мы его придумали за 15 минут и сняли за 200 долларов приблизительно. И вот оно ходит, 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 работает. Это вам иллюстрация идеального потребления. Я имею на это права, потому что права у меня. Следующий слайд, а я его переключу, да, наверное, вот так. А можно убрать видео? Сейчас. Только вперед, друзья мои. Спасибо большое. Спасибо большое.